Девушки отдыхают 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 Письма терялись наши, все это, денег нет отвечали, либо вообще никакой реакции. Загореловым уже сказали, сколько раз мы бегали, ловили за руки, и пикеты устраивали, его приглашали все. Что угодно придумают, только чтобы ничего не делать. Это у нас есть такая проблема, люди, семьи, там же видеофакты можно пошукать у гугл, там, ну я не знаю, пару десятков людей, десяток детей малих, и кто-то не может побудуватися, кто-то вимушеный там жить просто без светла, как-то выкручивать. Вот еще наши эксперти подошли, учасники подій. Хотела надать слово отцу Миколаю, який в курсе этих подій, и какие у нас проблемы еще есть. Я хочу сказать, почему я за Калудесно, это дорога, которая ведет на Киндийское кладбище. То есть, если у нас будут проводиться соревнования вне дорожников, то вот наша улица Калудесна, она больше всего для этого подходит. То есть там, как не всякая птица долетит до середины Днепра, так как не всякая машина может добраться до кладбища. Ну, у нас при всем этом, да, вот, есть очень серьезная афера. Да, кладбище официально закрыто. Но я живу там рядом, и я вижу, постоянно появляются новые могилки. Цена, вот, чтобы вы поняли, да, вот, даже по нынешним ценам, вот, у вас случилась беда, да. Можно похоронить на городском кладбище, но если мы местные жители, мы имеем полное право хоронить на своем кладбище. Цена вопроса – это 6 тысяч гривен. То есть за одну могилку берется 6 тысяч гривен. 200 гривен платится в поселковый совет, значит, как бы, чтобы легиметизировать как-то это, да. А 6 тысяч, значит, надо заплатить директору кладбища. Он, кстати, является тоже депутатом. Да, вот, директор кладбища, да, купил себе, конечно, прекрасный запорожье за 200 тысяч гривен. Катается на нем, да, все у него хорошо. И вокруг кладбища он сделал бетонный забор. То есть это сплошной забор, как обычно делается на каком-то военном предприятии. То есть враг не пройдет. Да, вот, цена вопроса я не знаю, но я посчитал, это где-то порядка 40 кубометров бетона пошло на этот забор. При всем при этом у нас, вот я говорю, наша дорога – это Кэмэл Трофи. То есть проехать на ней сложно. То есть мало того, что эти деньги были украдены, да, давайте скажем честно, можно выйти с кистенем, да, там забрать у кого-то цепочку, там, мобильники, сесть в тюрьму. А здесь идет вот легальный отъем денег, ну, в стиле Астапа Бендера. То есть никакого мошеннического. 401 способ отнятия денег. Конечно, он делится, потому что, как бы, есть, ну, как, слухи ходят, да, почему его не трогают? А у него, оказывается, есть крыша, да, одна силовая структура его крышует. Да, и вот следующий вопрос, значит, не менее серьезный. Мы, вот, когда мы что-то продаем, да, мы всегда, вот, наше желание, да, вот, допустим, переезжаем в какой-то другой город, мы продаем, смотрим, ага, из рук в руки по самой максимальной цене продаем, да. Да, и вот у нас мы узнаем, что последнее деяние, так сказать, наше, ну, ОПГ, поселковый совет, да, это продажа одного гектара земли, значит, на 14-й восточный. То есть, чтобы мы правильно поняли, цена одной сутки, там, 3 тысячи долларов. Ну, рыночная цена. Хочешь покупай, хочешь нет. Что делают депутаты во главе, так сказать, с Доном Семенчевым, да, вот, они продают эту землю за 500 тысяч гривен. Один гектар ушел за 500 тысяч гривен. То есть, рыночная цена и фактическая цена отличаются в 10 раз, даже чуть больше, в 11 раз. Вот возникает вопрос. Я звоню Горелову, да, говорю, ну, кажешь так, вы оценщик оценил. Ну, так оценщик вообще мог оценить за одну гривну, один гектар. Так что, это значит, что наше национальное достояние, да, мы должны отдавать за бесценок. Вот Горелов бы свой дом продал бы за 10% стоимости, конечно бы не продал. А здесь он позволил себе вот такую роскошь. Потому что всем, конечно, понятно, что была заплачена цена, допустим, 500 тысяч гривен, плюс, сколько ушло, плюс, там, вот, допустим, сейчас проводится избирательная кампания, я так понимаю, что эта газета стоит довольно-таки недешево. Каждый дом она уже роздана, да. Каждый дом она пошла. Значит, по всей видимости, был коррупционный налог, значит, в том числе... Редактор Семенчев, редактор Семенчев, наклад 1000 примирників. Але, вибачте, я трошки посміюся, я перервала. У нас так рассказывали, якраз наши друзья из Института Республики, когда приезжали с компанией, с форумом, что следкуй, и честно следкуй за грошим, а стеж за грошима, что они подразумевали в Киеве, вот там також берут газету, там 1000, написано, примирників, чи 10 тысяч, а они дивляться, вот такие вот стопы лежать у палатках, и таких палаток штук 12 полностью, и вот такие стопки, в которых каждые по 10 тысяч. Тобто, я уже не верю, после их слов, буквально на том тижне, я не верю цим цифрам, если у нас декілька тысяч дворей, и все отримали... 8 тысяч, да, 13 тысяч населення. И все отримали такие газеты, тысячу примирників, это так поскромничали, вы, может, 5 раз замовляли, думаю, тысячу, 14 раз по тысячу, да. Я хочу сказать, если бы сегодня жил Дамте, да, и вот он писал бы свою божественную комедию, то первый круг ада, это, наверное, был наш поселковый совет. Значит, вот у меня с ними была дискуссия, то есть вот когда, если вы помните вопрос терминала, да, я им говорил, как же можно было вот отдавать 200 гектаров, да, значит, просто так. Цена гектара рыночного, да, это 500 тысяч долларов. Как же можно было? Вот вы повелись, вот как бы, я знаю, что вам заплатили по 200 гривен. И они на меня очень сильно обиделись, то есть типа все попы сидят там по церквам, а ты тут под ногами путайся. Потом я выяснил, почему обиделись, потому что, оказывается, заплатили не по 200, и даже не по 500, а гораздо больше. То есть вот я уязвил их самолюбие. То есть у нас, получается, депутаты собираются не только в поселковом совете, то есть они могут собраться где-то там в промышленной зоне, при том ночью, да, принимается решение, значит, без свидетелей, то есть у нас вот можно попасть, допустим, на сессию госполкома без проблем, да. А вот попасть на сессию поселкового совета, да, это надо быть разведчиком типа Зорге или Штирлица, да, чтобы вот выяснить это, да. Земельная комиссия – это табу. То есть вот, знаете, как в храме Соломона была святая святых, вот есть святая святых, это земельная комиссия, да. Да, туда только иметь право входить, так сказать, в дом Карлеона, местный наш, значит, со своими рекомендациями. Да, у нас вже дві кримінальні справи, ми колись намагалися попати на земельну комісію, тут деякі журналісти, що були з нами тоді, і у нас вже порушено дві кримінальні справи, тому що мене тоді також, я і позаштатний кореспондент, я казала, що я як преса, вони кинулись мене бити, побачили камеру, то є навіть, видите, гуляють, ну, кримінальну справу розплачили за напад на журналіста, я кажу, я не тільки, я говорю, матькість, дайте мені хоч зняти, не пускали, закривалися, бігали по всій Антонівській селищній раді, ну, це просто шоу, ми навіть там курометражні фільми зняли і виставили це, ну, це може і смішно, але це плакать хочеться, і навіть, хто намагається попасти, того б'ють, якби не інші активісти, от Олена Мамедова, мені б взагалі було погано. Дякую, я просто хотіла сказати з приводу професійності цих людей, якщо ми вже почали, вона багатьох, і, ну, депутатів це вже ми мовчимо, ще наші експерти приходять, з приводу депутатів вже можна промовчати, багато сказано, а з приводу, взагалі, хто там працює, яка команда цієї селищної ради, чи юрист, землевпорядник, ну, там, бухгалтер, ви бачили відео, коли Наталя демонструвала, там, на відео показували, що той протокол, ну, бухгалтер, якби, повинна була якось присутня, чи що ж вони від руки без двох підписів з трьома переправленнями якось не писали, ну, це рівень. А з приводу землевпорядника, юриста і справ, які тягнуться руками, ось, навіть може підтвердити Олена Мамедова, яка сама попала в таку ситуацію, що пинилася через недбальство Антонівської селищної ради, порахунювачок. Дом і сідім прийняла рішення таке, що під нашим будинком сусіді приватизировали дом, і ще плюс вилучили 26 землів, землю під будинком приватизировали, і вилучили 26 квадратів без рішення сесії, просто їх передали, і все, ніякого рішення сесії не приймали. На це ми зверталися із сільхозінспекцією, яка написала, що є порушення, що ці дії всі протиправні. Зверталися до облдержадміністрації, де губернатор надав також відповідь, що це протиправно. Зверталися до прокуратури, також написано, що будинок побудований ще в 70-м году, що це не може бути таке, це протиправно. Але наш юрист в Антонівці, вона цього пункту зовсім не бачить. Вона тепер мала того, що отдали землю під будинком, то тепер вона ще пише, що ця частина будинку також належить сусідам. Ми зверталися, ну, мабуть, раз 10 в Антонівський постсовіт, щоб виїхала комісія їхня депутатська, узгоджувальна, яка має повноваження по 158 статті земельного кодекса, вона має такі повноваження, виїжджати і скласти акт узгоджуваній комісії і виїжджати, дійсно, чи є факти повищення. На земельній комісії, на якій ми бігали за земельній комісії в трьох кабінетах Дериму побили за це, все таки вирішили, добилися, що земельна комісія виїде і складе цей акт. Виїжджала Лена Назарчук також. Вони приїхали, постояли біля будинку і відмовилися. Зеленопорядник сказав разом з головою постійної комісії земельної, що я вам складати акт не буду. Повернулись і поїхали. Лена Назарчук требувала, але їй також безпідставно просто сказали «Все, ми не будемо нічого вам складати». І Гарєлого це надав отакий акт. Вони пішли вже до нього, кажуть, ви ж мені хоч що-небудь напишіть, мені до суду це треба. Мені суд написав, що я жодного доказу не надала. Антоновка це заперечує. Отакий акт склад і у нас горіло. Оце називається акт. Чи має людина займати? Так, вона посадова посола, яка використовує своє служебне становище. Ну, як протокол бюджету на 10 мільйонів з трьома підписами і без двох, так? Хоча він знає, всі документи, всі надані, всі хтосінспекції акти, всі документи надані. Отак у нас рішається питання. А в суді міні суд написав, що не надали нічого доказу. Тепер розглядається справа в операційному суді. Надіюся, що, може, якось вона вже вирішиться, ця питання. Угу.